всем привет это ирина канал модели сша я сейчас нахожусь в самолете который летит майами иногда модели получают работу не только в нью-йорке ну и допустим в майами или в лас-вегасе или в каком-то другом штате я знаю что даже в северной каролине когда-то проходили шоу большие ну вот подробно сниму о том как эти съемки будут происходить и немножко расскажу вообще о модельной жизни в майами пью кофе с молоком каждое утро если не выпью день не удался вот что едят модели салат я пришла на пляж немножко позагорать перед фотосессией потому что странно было бы если фотографии с майами модель как бы не загоревшая поэтому завтра уже договорились с фотографом фотосессия будет в 9 утра в районе майами печь вот сейчас я ищу визажиста потому что я хочу чтобы фотосессия была очень хорошая что фотограф очень хороший мы с ним долго договаривались я ждала его пока он вернется с милана вот он вернулся ну и посмотрим потом конечно как это будет все происходить фотосессии у меня были майами и не раз но никогда я их не снимал это мне было ленинг нападает ленингресс когда-то майами прилетает что просто не было времени мальчики и девочки особенно девочки не забывайте пить воду вот такую бутылку две таких бутылки это литр нужно 2 литра день выпивать воды это хорошо для кожи и хорошо для всего хорошо для волос желудка кто не хочет целлюлит я на пляже уже два часа я не использую никакой крем потому что сегодня тучи и я не думаю что я обгорю тем более за пару часов я читаю книгу экземперии маленький принц я никогда не читала а чем вы занимаетесь когда загораете пишите в комментариях обожаю когда начинает темнень потому что тогда пляж пустеет во майами очень красивые закаты просто сейчас этого не видно а так безумно красивые розовые закаты и можно полюбоваться океаном чистый прозрачный мне очень нравится я встала рано утром собираюсь на фотосессию и так выглядит океан в 7 утра в моей яме я взяла себе такси такси по программе лифт и я сейчас направляюсь к визажисту я решила посотрудничать с визажистом потому что после полета я немножко опухлая и в любом случае для фотосессии это большой плюс потому что поток очень хороший хочется уже быть полностью готовой к такой фотосессии сейчас очень рано утром 8 утра я надеюсь она женщина-водитель большинство водителей в майами такси вообще очень много жителей испанцев из них кое-как объяснила сейчас на своем ломаном испанском что мне нужно кофе становиться в ближайшем старбаксе она меня поняла вот так что возьму кофе сделаю мейкап и поеду уже фотографироваться фотографу на майами бич но всем привет вот сейчас лора будет делать мне макияж лора также оказывается косметолог и этого не знала потому что в знакомности с ней именно как с визажистом мы будем делать ну какой расскажи будем делать макияж пляжный секси макияж ты долго здесь моими в майами я два года переехали из нью-йорка нью-йорк всем привет не около шести лет откуда приехать из донецка с украины но долго ты делаешь макияж долго до больше десяти лет я училась в украине и во франции в париже это ли а если что про есть индустрия красоты европейская если честно ближе мне чем американская и косметология и макияж даже волосы и ногти тоже а почему решили переехать из нью-йорка моя это связано с работой часто активе модели приходят до приходит сессии наверно не часто устраиваю да особенно на пляже погода позволяет в нью-йорке были в основном девочки кто out шли на здесь в основном кто фотосессии наверное тоже и свадебные ты делаешь да но немножко может советов тогда по уходу за кожей девчонкам дай ну что я могу сказать самое главное соблюдать несложные 3 степа это умываться хорошенечко пилинг спилинга можно даже иногда увлажнять и защищать на что в майами солнце очень агрессивно поэтому это очень важно успеевчик 50 40 а в нью-йорке в нью-йорке тоже 40 евро и ветра сильная на так ну уже преобразилась более-менее да да и крабики красных вот окончательная версия моего майкапа мне очень нравится я сейчас вызвала такси и еду теперь на встречу с фотографом я не привезла с собой туфель потому что я думала что для пляжа не нужны каблуки и он очень расстроился поэтому я ему сказала пусть не расстраивается все хорошо мы что-нибудь придумаем и посмотрим как пройдет фотосессия все постараюсь снять в общем случилось вот что я поехала к этому фотографу это не то что вот что я всегда и говорю для чего нужен агент и даже якобы с не то что даже я но сколько мне было фотосессий в жизни такое первый раз что я приехала присадки сделала макияж я ехала 40 минут к нему он мне начинает говорить ну показа что ты принесла я же говорю ну купальники юбочка там какая-то кофточка для пляжа он мне говорит нет надо чулки вообще я снимаю ньют ньют это значит голиком вот посмотри мои работы я взяла вещи сказала до свидания и вот я сижу на своем балконе и как я не знаю ищу фотографа всех поднимаю на уши всех знакомых попросила визажиста лору сейчас скинуть мне контакты она скинула спасибо ей большое сейчас напишу им не знаю найду не найду в общем ужас какой-то ну продолжаю искать вот фотографа уже ищу я наверное час это очень сложно найти последнюю минуту более тфп съемка это значит тестовая все хотят либо платная последнюю минуту что нормально я понимаю фотографов либо что-то что я снимать не буду там слишком откровенно скажем так вот ну буду искать дальше и если не получится просто буду сегодня наслаждаться своим макияжем прекрасным а если получится все таки то я надеюсь все таки я еще надеюсь я и продолжаю искать то на пляже пофотографируюсь продолжаю пока что искать ну рассказали мне как это здесь работа мне пришлось даже поменять прическу я использовала такой серф спрей называется специально для погоды в майами для фотосессии на пляже потому что то что было утром уже испортилось значит как это работает в майами извращенцы и мне попался один из них испанцы в основном я не хочу никого оскорбить но в основном значит дурят вот этих молодых девушек обещают потому что мы с ним списывались за несколько месяцев до этого я проверяла все его социальные сети все остальное и вот я уже приехала все сделала и на месте пытаются развести как это мне сказали вот поэтому попалась я на крючок хорошо что я оттуда свалила слиняла я не знаю как еще это назвать майами город штате флорида с населением пять с половиной миллионов человек из которых миллион фотографы извращенцы ну угадайте что я наконец-то нашла фотографа я не сдалась и как раз таки сейчас он сказал что самое время для того чтобы снимать мы вот где отель ритцкалтон но это паблик бич тут очень красивое озеро и фотограф вот он очень приятный очень-очень и он оказался еще и учителем в колледже где преподают где преподают фотографию поэтому если кому-то нужен хороший колледж не преподает фотографию я куда я завтра поеду обязательно сниму про это то я с удовольствием дам его контакт сегодня среда мой последний день в майами я еду в школу для фотографии по фотографии в которой мой вчерашний фотограф является профессором также он оказывается преподает частные классы вот кто захотел стать фотографом он может тебе приехать и естественно за какую-то там определенную плату научить тебе всему этого я не знала кстати и это школа как он мне сказал она полностью оборудована под то чтобы научить человека фотографии внутри все разрисовано граффити поэтому там будут студенты будет визажист будет парикмахер в общем сейчас у нас 8 утра я буду там наверно в 9 ну что ехать мне минут 45 туда вот вообще конечно в майами нужна машина вот прошлый раз я была здесь мы приезжали на машине было намного удобнее что страшного ладно жду такси посмотрим как там в этой школе и что там интересного представляете эти вагончики они внутри классы проходят на улице я могу покажет и это видно это видно Так, давайте посмотрим на конференц-рум Это полный мизажист Ну что ж, очень оказались насыщенные дни мои в Майами в этот раз Я очень рада, что я не попала к тому извращенцу, а попала к хорошему фотографу Который оказался еще учителем в колледже, в прекрасной школе, которую вы уже видели Поэтому не все так плохо, Майами в моих глазах реабилитирован Буду приезжать сюда еще раз, девчонкам советую Теперь у меня здесь очень много знакомств Визажисты, фотографы, стилисты, владельцы журналов и так далее Поэтому пишите, звоните, кому интересно стать моделью в Майами Не только в Нью-Йорке Буду рада помочь и подсказать, что в моих силах Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал Спасибо!